Здарова всем, дорогие друзья! Меня зовут Серёга, мы продолжаем праздновать день рождения в Варфейса. Потому что администрация вновь обновляет магазин, и вы только посмотрите на эти великолепные скидки. Пушки, конечно, второго качества, но всё же по 16 кредитов, и пушки более-менее третьего качества снова 4 кредита! Однако, это ещё не всё. Наконец-таки, коробочки удачи, блин, за варбаксы! Вы только посмотрите на пушки за короны! Наконец-таки, сколько нужно было ждать, чтобы коробки удачи за короны тоже добавили? Предлагаю с вами попытать удачу минимальными затратами, потратив, наконец-таки, игровую валюту и чутка кредитов. Это с тем, как мы начнём, дорогие друзья! Обязательно поучаствуйте в конкурсе на день рождения Варфейса, где я разыгрываю среди 7 человек по 500 кредитов на ваш игровой аккаунт Варфейса, либо же Kiwi кошелёк. Что вы прям счастье? Просто поставьте лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и напишите абсолютно любой комментарий. Все итоги будут в группе ВКонтакте, так же на Ютубе вам придут уведомления, когда я отвечу на ваш комментарий. Желаю приятного просмотра! Погнали! Друзья, в описании я оставил для вас нереальную халяву, вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описании и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Начнем с коробочек удачи за варбаксы! Вот эта пушка, я помню то, что я называл ее убийцей варфейса, потому что когда ее только добавили на ПТС, она выглядела невероятно дикой, что с ней сможет играть абсолютно любой нуб. Она убивалась с двух патронов и от бедра, и не от бедра, и у нее был быстрый мстребель. И, короче, была реально невероятная имба. Потом ее пофиксили, потом снова апали, 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 и, не знаю, что-то апали настолько дохрена раз, настолько часто, что все равно из нее, к сожалению, имбу сделать не получилось. Хотя довольно интересная была задумка штурма-винтовка, которая убивает с двух патронов. Вау, пиздец! Если вспомнить какой-то там 14-й год, 15-й год, скорее всего, пуха невероятно бы зашла, видите, начали добавлять пушки с очень жестким тайм-ту-килом, и с этой пушки ты не успевал даже, собственно говоря, прицелиться. Поэтому никакой популярностью она не обзавелась, зато на ПВЕ она действительно до сих пор невероятно востребованная вещь. Не знаю, почему мало кто с ней играет на ПВЕ, но, допустим, на зомби-режим с ней идти это просто одно удовольствие. Золотая убивает с одного патрона, и, по-моему, свой рекорд по киллам на зомби-режиме конкретно только с нее я и поставил, потому что с нее можно было просто невероятное количество фрагов делать. На ПВП, да, лучше с ней, дорогие друзья, не суваться, а нам продается за варбаксы, и мы до сих пор не можем выбить обычную версию. Я не знаю, пробует ли, нет, крутить прям все до золотого варианта, я думаю, вот самое приятное, когда тебе именно везет, по удаче выпадает золотая пушка, можно попробовать хотя бы одну пушку прям вот доталово крутить, чтобы выбить именно золотой вариант. Давайте именно с H-каром и сделаем, просто посмотрим, будет ли у меня удача, либо же это конкретный будет фикс прайс. Остальные пушки можно просто спокойно в обычной версии выбивать, либо же если есть какое-то лишнее время, все же цены недорогие, и именно тут потратишь больше своего личного времени на то, чтобы просто открывать данную коробку удачи. Видите, в обновлении ее замедлили, то есть она довольно долго открывается, держит, так скажем, интригу. И плюс это коробки удачи за варбаксы, за короны, я бы вообще не удивился, если бы они зависали раньше, когда в 15-16 годах, даже какое-то говно добавят в варбаксы, это невозможно было ее крутить. Они просто все коробки зависали, нет товара, даже помню, какую-то донатерскую пушку добавляли просто по скидке в 20 кредитов, и ее нельзя было открывать, потому что очень большой спрос на нее был, то есть конкретный кошмар. Ну, вы можете наблюдать, вот, допустим, даже сейчас я открываю коробки, и что-то не сразу они открываются. Сразу понятно, что спрос на данную коробку удачи реально большой. Да! Выпадает все же H-car обычный, только я не понимаю, почему подсвечивается мне пя-грач. Однако с нормальной такой суммой почти 200 тысяч варбаксов мне выпадает только обычная версия, охренеть. Неверо, блядь, пиздец, чувак. О, выпала золотая версия, всего лишь с ляма 100. О, нифига себе, я бы не назвал это прям великой удачей. Согласитесь, это успех. Сайга 12С, всеми любимая в... 2012 году! Уже давайте в обычной версии, для коллекции все понятно, коробки удачи прям дико умирают, дико весь Warface в 23 году хочет покрутить, я так понимаю, что-то хотя бы, блин, за варбаксы. Сайга 12С, кстати говоря, если я не ошибаюсь, реально было очень давно один из самых первых донатов, которые я получил на свой аккаунт. То ли Калику я первый выбил, то ли вот Сайгу 12С, конкретно что из этого не помню. Точно помню то, что в первый раз, когда я именно задонатил, я сначала выбил, допустим, либо Колесо, либо Сайгу, а потом вот наоборот. Короче, вот два доната я сразу за свой первый платеж получил и пошел нагибать. Раньше, конечно, да, это была невероятная имба. Сейчас же максимально коллекционный ствол, который я, конечно, не против получить в золотом варианте, однако, видите, коробки прям жестко подвисают, это будет очень надолго. Ладно, давайте просто получим обычную версию, уже будет просто замечательно. Не думал я, конечно, что пользуются вот таким вот огроменным спросом коробки удачи за варбаксы, но понятное дело, народ, сколько копил эти варбаксы, хоть куда-то, когда их можно потратить, это уже просто замечательно. Если есть какие-то алды моего канала, если такие остались, ну-ка скажите мне, какую пушку я получил самую первую донатерскую на свой склад? Честно, я помню то, что я это рассказывал, потому что тогда это было, блин, достоянь, нифига себе, мой первый донат. Все поздравляли, нифига себе, я по-любому на каких-то роликах рассказывал, какая была моя самая первая пушка, но, видите, столько времени прошло, уже лично у меня это совершенно вылетело из головы. Ну, вдруг кто-то помнит? Это будет очень и очень забавно. Что-то я замечаю то, что обычные версии прям как-то вот не хотят выпадать, понимаете? Если мы представим то, что это коробка удачи и положить от кредитов, ну, прям, не совсем-таки везет. Спасибо, конечно, что Эйчкар в золотом исполнении выпал не с 2,5 миллионов варбаксов, уже, в принципе, замечательно, что я потратил на него всего лишь лям. Однако, может быть, какая-то золотая пушка мне захочет прям вот по удаче выпасть уже с Айга-12 Тес, ну, что же с ней сейчас делать? И даже вот кто сейчас в спектре бегает, понимаешь, даже она их очень с большим трудом будет убивать. То есть тут по-любому какие-то модификации в будущем, если на нее будет устанавливаться, тогда да, базару нет, по-любому будет что-то жесткое. Однако, если я сейчас возьму ее в руки, блин, это такая жесткая ностальгия будет, когда админы реально начнут добавлять моды на пушки, вот подобные старые. Уф, это прям невероятная ностальгия будет, прям вот переносить тебя будет конкретно те года, и ты будешь вспоминать, как когда-то бегал ангар, он нагибал с этой Сайгой-12С, с ее прекрасной просто моделькой. Да, что-то с удачей на варбаксы какая-то дичь. Сайга, я тебя люблю, все дела, ну не долговатый ты, сука, мне падал, а? Шанс зеро. Давай соберемся, Ханни Бэджер, я прям помню, как я на сервере Браво его убивал в золотом исполнении, на Чарль, он прям невероятно быстро мне обычная версия упадала. Давай сюда, напомни про мою удачу, дай сюда снова мне золотую версию, прям сразу, охренеть, Ханни Бэджер, вы, ребята, просто представляете, что будет, если с ним запуститься на какого-нибудь мастера, я с пушками третьего типа какого-нибудь запускаюсь, это просто кошмар, может, там, со всей обоймы это новое снаряжение не убить, если с Ханни Бэджером куда-то запуститься, уху-ху-ху-ху. Ребята, по-моему, это идея для просто охренительного челленджа, спасибо, я в тебе, брат, не сомневался, ха-ха-ха, братюнь. Остался у нас скаут, охренеть, одна просто пушка лучше другого, честно, даже не предполагаю, в новое снаряжение, в самое топовое, она вообще с двух выстрелов, но, по идее, должно убить, у него как раз урона должно плюс быть, как у сейчас, у какого-нибудь АВП, либо же у новой снайперской винтовки. Не, ребята, такие пушки, когда-то, когда добавят моды, они снова будут играбельны, и снова они будут в мете, поэтому обязательно надо склад пополнять данные пушками, а то, когда на них моды добавят, может быть, администрация вообще захочет их, блин, за кредиты каким-то образом продать? Ты что, в конец охуел? Умудряется же он всякие бесплатные кракены, тайфуны, тоже продавать за кредиты, да, в каких-то там камуфляжах, но все равно за кредиты пушки, которые бесплатно на уровнях выдаются, это же просто какой-то трэш, скаут тоже в моменте очень любил мне быстренько выпадать, вот прям моментально, вот то не открываешь на тебе золотая версия на Браво, золотая на Чарли, по-моему, это первая снайперская винтовка, которая была у меня в золотом исполнении на всех моих трех серверах, и даже на Твинке, я помню, она довольно быстро выпала мне в золотом исполнении, когда она была за кредит, и сейчас же она за варбаксы, то есть мы с ней сейчас тоже можем спокойно договориться, да? Ох, нет, это нереально. Не в золотом, конечно, исполнении. Давайте заценим, что тут самого вкусного можно найти из коробочек удачи за 5 кредитов. АК-12, Хова-Тайпы, охренеть просто можно, сколько же дохрена прям охренительных пушек, какие-то из этих коробочек удачи, кстати говоря, уже ребята добавляли на какие-то другие праздники, я уже их все выбивал в золотом исполнении, но все равно осталась парочка, которым я не успел приложить свои руки, потому что их просто не было, кто же думал, что Килл-Тэг, который будет такой имбой, вы помните, все просили пофиксить сейчас, вот, по 4 кредита, коробочка удачи, пожалуйста, кто хочет, выбивайте. Хотя, что я вообще говорю, почему мне золотые версии пушек просто не упадают за 10 крок, прикиньте, как приятно выбить золотую версию оружия, когда она стоит 4 кредита, то есть просто считай, бесплатно, абсолютно, ты все это дело себе получил. Килл-Тэг, выбили. Хова-Тайп, кстати, тоже одна из пушек, который сейчас администрация на день рождения Варфейса раздает абсолютно бесплатно, конечно, на время, не навсегда, но золотая пушка. Когда вы такое вообще видели? Обычно я вижу в спаме от мошенников комментарии, то, что вот, забери золотые пушки, и максимум, что там заберут, что это подарки для новых аккаунтов, потому что твой старый аккаунт просто сопрут. И прикиньте, сейчас на день рождения Варфейса, серьезно, администрация раздает золотые пушки. Кому интересно, ссылку в описании оставил, можете собирать, не переживайте, там аккаунт не крадут, это ссылка на день рождения Варфейса, вот, решили такой подарок замутить. Некоторым там даже приходят на какие-то космические суммы, эти самые золотые пушки, хотя должны, по идее, приходить на 14 дней. Пользуйтесь, пока возможно, а я попробую просто выбить этот самый золотой хоу-тайп. Однако, обычная версия, если выпает, ладно, не будем сильно выпендриваться. Коллекция, не коллекция, я понимаю все эти коллекции. Просто тратишь кучу времени на то, чтобы открыть тысяча коробок. Да, не супер большую сумму, все равно тратишь, но... Давайте уже, наконец-таки, посмотрим на удачу. А то каждый раз, когда добавляют подобные коробки, я зачем-то каждую абсолютно пушку дрочу до золотого варианта. А надо, мне кажется, именно по удаче ее забирать. И если мне не везет на золотой хоу-тайп, ну, такова, значит, судьба. Может быть, я сейчас пойду метовый ствол вообще с пяти коробок с золотой выбью. А тут мне, собственно говоря, полностью, целиком, хватит и обычный вес. Бенелечка! Тоже, вроде бы, только недавно ее добавили. Вот, только недавно я крутил ее по максимальному фикс-прайсу. А она мне тут с пяти коробок выпадает за четыре кредита. Гранд Пауэр. Вы помните, когда АМБ была АМБой? Добавили Гранд Пауэр, и кто-то играл с Гранд Пауэром, кто-то все равно дальше играл с АМБ. А сейчас, вот, выбор, понимаете, невелик. Что же вы выберете, с чем же вы будете играть? Видите, сейчас многие, кто играет в быстрые снаряги, вы их даже будете перестреливать с этого самого Гранд Пауэра. Хотя я не замечаю, что на маленьких лигах много кто пользуется быстрое снаряжение. Вот именно зайдя на самые топовые лиги, там люди любят использовать снаряжение Спектра, Атлас Ботинки, которое спокойно, даже с АМБшки, вообще быстренько, как старые добрые времена, прошивается. Пять минут спустя. Ой, что-то эта коробка мне как-то загипнотизировала. Я, подождите, я золотую версию, что ли, кручу? Нет? Нет, стоп, обычно еще не выпало. Мне это поражает, насколько у меня жесткая удача просто на обычной версии. Либо Варфейс думает, что они мне действительно вообще нахрен обычной версии нужны. Я сразу хочу с золотом исполнении. Пока я, блин, не напомню об этом, хрен ничего выпадет. Остальные пушки по пять кредитов я уже, ребята, выбивал. Давайте посмотрим, что есть интересное по шестнадцать кредитов. Блин, самое, наверное, невероятное это Surfire MGX, который до сих пор топовый, на который не нужно устанавливать никакие модификации. Он стоит просто шестнадцать кредитов. Не, вот это что-то, ребята, интересненькое. Иногда прям такие прям приятные скидки бывают в Варфейсе на какие-то прям такие до сих пор прям нормальные играбельные сволы. Я, причем, этот Surfire недавно на топовых лигах видел, вы представляете? И непонятно, почему так. Может быть, администрация реально посмотрела, что эта пушка добавлялась там, что ли, два года назад. И подумала, что, а, ну это же самое говно, как АМБ, поэтому вот такая вот цена. Спасибо, спасибо, спасибо. Верни мои деньги. Вы же понимаете, что я просто обязан по обычной версии получить вот эти пушки за шестнадцать кредитов. Ну, блин, красава, шестнадцать кредитов, пушка, которую можно модифицировать до сих пор нормальная, играбельная, отличная. Ну, вы, вы просто, блин, реально день рождения Варфейса, ну, серьезно. Мне сегодня вообще выпает золотая версия по удаче. Собираешься? Нет, все, уже коробочка удачи, шестнадцать кредитов. Ни за Варбакси, ни за Корону, уже пора бы мне выдать легендарную золотую пушку. Да что ж такое-то, блин, опять обычная версия. Капец, я охренел, вы скажете. Конечно, я охренел, блин, нифига себе. А почему нельзя просто взять и охренеть, а? Вот Хант Групп, шестнадцать кредитов, Хант, мой маленький, иди сюда. Он даже броню профи еще способен убивать не то, что людей, кто сейчас бегает в какой-то быстрой стряги. Он вообще просто хавает, у него нет выбора. Реально, популярный очень дробовик до сих пор. Он убивает. Кстати, вы заметили то, что в эти коробки удачи почти во всех так же выпадает опыт. Я там опять с двух рамбов, по-моему, до шестьдесят плюс ранга какого-то поднялся, просто открывая коробки удачи. Зачем ходить какие-то ПВ-эмиссии, ПВП? Зачем играть вообще? Открываешь коробки удачи и качаешь максимальное звание. Вот это мета я, блин, понимаю. ХХ9 это вообще, блин, просто недавно добавлено оружие. Да, не получило никакой популярности. Ну а что, блин, нифига себе, когда у пушек совершенно нет никакой отдачи. А тут они добавляют пушку, у которой и есть отдача. Ну, не дело. Вот мод бы на эту пушку, если бы изначально был. Хотя, уже понимаете, царство модов совершенно-таки было. Да! Удача существует, детка! Сюда, это сколько? Пятнадцать, двадцать коробок. Золотая ХХ9 навсегда. Я-то подумал, что я могу эти пушки в эту кастычной коробке. Но нет, нихрена. С такой удачей давайте сразу, блин, маузер покрутим. Тоже за шестнадцать критов пушка, которая модификациями делается в топ-снопу, которая и ваншотина. Играть с ней довольно легко. Очень-очень-очень вкуснейшая, ребята, ценно. И после золотого ХХ9 я прям на жесткой плюс морали. Может быть, сейчас и маузер захочет сразу выпасть мне в золотом исполнении. И маузер в обычном исполнении тоже присутствует. Давайте последнюю пушку за кредиты покрутим калашников. И дальше перейдем к валюте короны. Тоже есть несколько интересных коробочек удачи за эту прекрасную валюту. Калашников также выдают, кстати говоря, по ссылке в описании. Также в золотом исполнении. Поэтому, ребята, забирайте. А я надеюсь, что мне сейчас еще одна золотая пушка выпадет по максимальной таки удаче. Да. Не стал он долго ломаться. И сразу выпал нам в обычном исполнении. Что ж, немного у нас есть корон. Всего лишь 15 тысяч нам навыдавали за апранга. Интересно, на такую не особо большую сумму корон возможно ли успеть выбить, допустим, себе топовые? Реально вкусненькие. МАК-7 хотя бы, блин, в обычной версии, а? 5 минут спустя. Короны, да. Самая редкая валюта улетает прям туда-сюда очень и очень быстро. Блин, сейчас придется просто на всех своих аккаунтах искать пучу-чуточки корон, чтобы выбить хоть какую-то пушку. О, с пяти коробок сразу. Другое дело. Опа, 66 тысяч корон. То, что надо, деточка. Посмотрим, можно ли с такой совершенно, да, небольшой суммы короны выбить себе какую-нибудь пушечку с этих коробочек. Я уже доказал то, что он с пяти коробок. Мне МАК-7 выпал. Я, честно, аж охренел очень. Зависит просто немного от твоей удачи. И удача, как говорится, всегда нужна. Ууу, за то, как выпадает. А ну-ка, Crazy Horse тогда, ребятушки, добьем. И прям будет все замечательно. Получается, за кредиты золотую пушку я выбил. За Warbucks золотую пушку тоже. Осталось выдать мне какую-то золотую пушку-таки за короны. Особенно, ну, какую-то новую, все же, понятное дело. Можно там выбить какую-то старую пушку, которая уже давненько лежит в магазине за короны. Но меня интересует на новой пушке, потому что те я уже по миллион раз выбивал. Сейчас я прошу Warfare, чтобы мне конкретно повезло. И можно было на PvE нагибать с этой прекраснейшей снайперки под названием M14 Crazy Horse. Которая тоже была добавлена, я даже, блин, не скажу в каком году. 15-16-ом. Но я помню то, что именно с ней можно было запускаться на какой-то марафон. И тогда еще я играл именно с ней на именно марафоне. 5 минут спустя. Ты что-то даже обычно не хочешь давать. Ну да, дал мне стенд, блин, обычный. И нахрен он мне, собственно говоря, нужен. Вот эта пушка для PvE-шников в золотом исполнении прям вообще ништяково смотрелась бы на этом аккаунте. Я тебе скажу, насколько на 5 коробок как раз хватает. Нет, даже еще на 1 коробку хватит. Видали когда-нибудь, когда золотая пушка выпадает с одной коробки. И все это скринят, прям на телефон фоткают. И прям все хвастаются. Вот сейчас этот самый момент не будет. Потратим последние 60 тысяч корон в попытке выбить что-нибудь золотое за короны. Но не повезет, обычные версии. Как бы, как говорится, меня тоже устраивает. Повезет другой раз. Я вообще, в принципе, рад, что я в игру смог зайти. Это уже, как говорится, хорошо. Давай десертек. Тоже оружие, которое было популярным. В принципе, никогда. Продается сейчас за 500 корон. Я не знаю, честно, было бы, если бы они, допустим, продавали вот эту самую коробку, там, за 50 корон, за 100 корон. Что бы конкретно изменилось бы? Ну, хотя бы, примерно, ценовая политика этой прекрасной пушки немного бы ей подходила. Сейчас, ну, просто нереально какой-то коллекционный ствол. Действительно, только ждать моды на данные пушки. Тем более, моды тут нужны какие-то, ну, наверное, уникальные. Потому что обычные моды, которые есть, к примеру, на какие-то варбаксовые пушки, где стандартно повышаются какие-то характеристики, не подойдет. Тут нужен какой-то точно 100% модификатор, который именно множитель поднимет, допустим, чтобы эта залупа теперь начала ванжатить в голову. Либо же имела там, не знаю, 500 тысяч магазина патронов. В этом моменте что-то мне не везет. Ну, хотя бы обычная версия успела, блин, выпасть. Осталось хотя бы обычный Крэзи Хорс выпасть. А то что-то прям какая-то дикая неудача на эту самую снайперу. Собственно говоря, нету. Можно обычную версию мне оформить. И будет просто замечательно. Будет просто волшебно. На ПВЕ с этой пушкой можно будет невероятно накипать. С коробок удачи я, в принципе, получил абсолютно все, что хотел. Смотрите, что в магазине можно просто по фикс-прайсу купить. Допустим, золотой КАЦ ПДВ за 1500 кредитов. Печенек за 300 кредитов. РПД Кастом 300 кредитов. ДП-27 тоже 300. ФН Скар. Спасибо, я такой суммы не располагаю, но Квартер Сайкл за 1500 кредитов тоже довольно выгодное предложение. Посмотрите, золотая Сайка-20С, и я ее пытался выбить золотую версию. Зачем? 300 кредитов. Чапа золотая. Полторы тысячи кредитов. Золотая СВУ 300. Золотой Барретт, мрад. Полторы тысячи. Нахрен он нужен? Вообще не ваншотит никого? Ну ладно. И вот такая, дорогие друзья, закупочка на день рождения Варфейса у нас получилась. Я знаю, сколько это все будет еще в магазине, поэтому, если хотите все это приобрести, торопитесь. А я благодарю вас за просмотр. Не забудьте поддержать ролик своим царским лайком. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваше личное мнение в комментарии. А все нужные ссылки из описания к видео мы с вами увидимся. Всем удачи! Пока.